София и Милишка вместе с мамой занимаются покупками. Кажется, для девочек это должно быть приятным занятием. Но перед ними задача поставлена серьезная – собрать третий-классницу Софию в школу. Выбор обуви, чтобы красиво и удобно оказался делом нелегким. Мне очень нравятся эти туфли, я их буду в школе носить. Я купила в детском мире блузку, сарафан и платье. Ух ты, ты довольна? Ой, не платье, а юбку. Довольна покупками? Да. А чем они тебе так понравились? Потому что они красивые и удобные. Матнячие? Да. Сейчас вот приехали за туфельками ребенку, так как нигде ничего не можем подобрать. Вот и опять же вернулись в детский мир. Ценовой дипозон устраивает вас? Да, вполне. Ассортимент цены и наличие всего и сразу в одном месте на любой вкус цвет и самое главное кошелек – это все пробрезки детский мир. Поэтому даже в будний день здесь многолюдно. Мамы, папа и детвора в поисках самого качественного товара. Особое внимание, конечно же, в школьной форме. Сегодня к ней повышенные требования. Каждое учебное заведение желает иметь свой отличительный элемент. Но швейными предприятиями все учтено. И это подтверждают родители. Все нравится. А цены? Ну и цена приемлемая. Скажите, почему-то отдали предпочтение именно, ну скажем так, детской секции нашего детского мира, а не, например, вот рынок, да? То есть... Ну на рынке, во-первых, такого товара нету. Именно пришли сюда, потому что здесь в прошлом году ребенка одевали к первому классу и сегодня пришли именно сюда тоже по тем же причинам. Ну и вот находим то, что нам надо. Ну, школьник доволен? Школьник доволен. Нет, не скажу. Не скажет он. Ну, как мальчик, да, мальчику сложно. Ну, скажем так, в школу в любом случае ты уже будешь готов. Правда? Да. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Васько, зарядившись общим ажиотажем, обошла все ряды Большого торгового центра, пообщавшись с покупателями и посмотрев и на цены, и на качества. Присоединились к мониторингу и представители профсоюза торговли. Стоит признать, что есть и чего выбрать, и что выбрать. Покупатели отмечают качество представленной продукции, и некоторые вот именно качества ставят в приоритете, по сравнению, например, с ценами. В качестве такого положительного момента следует также отметить широкий такой спектр возможность вот этих социальных скидок, предоставления. Школьная форма, это, как правило, скидки от 15 до 30 процентов, а также действует программа льготная для многодетных, малообеспеченных семей до 7 процентов на неакционные товары. Кроме этого, представлена в данной торговой точке также и канцелярия. На любой вкус и цвет, и отечественный производитель, и зарубежный производитель, а также школьные портфели. Конечно, надо конкурировать. Поскольку тут товары отечественного производства, ну, более 80 процентов, вот если брать, ну, это, то мы должны поддерживать отечественного производителя, соответственно, торговать больше отечественным товаром. Брестский детский мир мы уже делали в июле месяце. Мониторинг цен будем делать сейчас, вот уже непосредственно перед началом учебного года. Я считаю, что мы, что готовы. Вот по отзывам покупателей, в принципе, есть, что примерить, есть, что купить. И, в принципе, и по цене есть, и подороже, и подешевле представлены наши брестские швейные предприятия. Поэтому вот то, что сейчас стоит задача, каждая школа второй элемент школьной одежды, и торговые объекты на это вот как бы нацелены. Где-то это голубая сорочка, где-то это красный галстук, где-то это жилет. То есть стараются идти, как говорится, вот в ногу со временем и обеспечивать нужный ассортимент для того, чтобы детки ушли упакованными в школу. По деловому подошли к выбору школьной формы братья из агрогородка Ленинский с чувством, толком и сознанием дела. Устраивают. А чем? Качеством. С чем еще? Ну, модно. Модно. Модно, правда? Зона хорошая. Вы прям всей семьей, наверное, выбираете теперь? Что ты выбрал уже для школы? Пиджак. Булетку. Джинсы. Рюкзак. Ага. А в рюкзак что положил уже? Уже тетради ложу, карандаши, листики. Надо продавшись. В школу хочется? Да. Хочется? А учиться-то как будешь? Мам. Попытаюсь хотя бы на пятерки. Клондайк для школьников, отдел канцелярских принадлежностей. Здесь есть все. Карандаши, фломастеры, тетрадки от 26 копеек до полутора рублей, дневники, ручки, ластики и пеналы, краски. Хочешь белорусского производства, хочешь китайского. Хватило бы терпения родительского и денег в их кошельках. Вывод на сегодняшний день, конечно, есть определенный рост цен. По сравнению с прошлым годом, где-то в пределах 10% на товары школьного ассортимента. Но по товарам канцелярским, школьно-письменным, наблюдается некоторое снижение. То есть мы определенный перечень уже на протяжении 6 лет из одних и тех же товаров, фиксируем цены. И вот в целом я могу сказать по области, что идет снижение. Да, незначительное, но тем не менее на процентов 10 снижение цен идет. В данной торговой точке представлен достаточно широкий ассортимент. Причем этот ассортимент включает и школьную форму для мальчиков и девочек, а также канцелярские товары. Здесь можно приобрести абсолютно все. Поэтому неудивительно, что в этом магазине многолюдно, потому что это очень удобно, когда ты приходишь в одну торговую точку и покупаешь абсолютно все для ребенка. То есть он уходит полностью экипированным, готовым к началу учебного года. Всегда отдаем предпочтение именно тем торговым точкам, где продается продукция отечественного производителя. Это всегда гарантия, это всегда качество. И с учетом тех скидок, которые здесь представлены, опять же можно найти товар для себя. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.